Самый обсуждаемый сегодня вопрос – повышение цен в магазинах с их ростом, несмотря на заявления антимонопольщиков, что все законно, экономисты Бурятии не согласны. Так Вячеслав Ерельдеев углядел в этом умысел местных предпринимателей сорвать куш при нарастающей панике. Наверное, здесь должны работать более эффективно и активно УФАС, правительство. Сегодня я тоже предложу в рамках какого-то рабочего органа, может быть, один раз в две недели нам мониторить ситуацию. Потому что таких объективных причин, чтобы цены росли, на самом деле нет. Кроме того, чиновники посоветовали не закупаться впрок. Запасов продуктов в Бурятии хватит на ближайшие два месяца. В первую очередь это касается гречихи и сахара. Чтобы полки в торговых сетях не опустили, правительство республики окажет местным предпринимателям финансовую поддержку. Так молоко Бурятии, которое сегодня на грани банкротства, получит 72 миллиона бюджетных рублей. Это такой, скажем, факт, очень серьезный, потому что это частное предприятие с одной стороны. Но с другой стороны, это предприятие в значительной мере поддерживает наших селян. То есть где-то параллельно несет очень такую большую социальную ответственность для селян. Мы каждое отдельное предприятие рассматривать в части субсидирования процентных ставок. Чтобы, ну скажем, деятельность предприятия не остановилась. Конечно, замедление инвестиций мы сейчас ощущаем. Мы недополучим по год порядка 10 миллиардов инвестиций, которые должны были привлечь. По словам Татьяны Думнова, несмотря на сложности, деньги в бюджет продолжают поступать. Так в этом году казна пополнилась на 26 миллиардов рублей. Часть этих средств принес бизнес, который сам, кстати, недосчитался более 30 миллионов. В 2014 году правительство значительно сократило финансирование, направленное на поддержку предпринимательства. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев, Первая Альтернативная.